Актуальные вопросы. Аким Балхаша встретится с жителями в прямом эфире. Проблема современности. Как влияет большое количество гаджетов на ребенка? Аким города Сапар Сатаев проведет онлайн-встречу с жителями Балхаша. Она состоится 14 июля в 10.00 на странице в социальной сети Instagram «Балхаш Халасак МДГ». Задать вопрос может любой желающий. Балхашские школьники стали одним из лучших на международном творческом конкурсе «Талант Стар». Соревнования проходили в Астане. В них приняли участие около тысячи детей со всех регионов страны. Балхаш представляли вокалистки возрастной категории от 7 до 9 лет. Иркеназ Омаргалы заняла первое место, представив на суд жюри песню «Агугай». Второе место завоевала Кирбес Тишпек с песней «Толпарым». Это второй большой конкурс, в котором я приняла участие. В предыдущем я заняла третье место. Пела песни с тетей Кларой. Нас показывали по телеканалу Хабар. Я рада, что заняла первое место. В будущем мечтаю стать певицей. Спасибо моим родителям. Конкурс проходил в Астане. Было очень много участников. Мы пели песни. Я с детства люблю петь. Это первое соревнование, в котором я приняла участие. Благодаря упорным подготовкам, стало одной из лучших. По данным КАЗ «Гидромет», с начала июля в стране сохраняется высокая температура воздуха – выше 37 градусов. В такие дни нужно быть осторожным и без надобности не выходить на улицу, советуют медики. Однако есть и те, кто при такой температуре чувствует себя комфортно. Александр Денисов в Балхаше живет порядка 50 лет. И такая погода ему всегда нравилась. Даже бывая в странах с влажным климатом, он всегда спешит быстрее вернуться домой. Живу в Балхаше 1974 года. После училища сварщик окончал и всю жизнь проработал по сварке. Уже 7 лет как на пенсии. Жару переношу нормально. Здесь сухой климат, он нормально. Но главное кепку не снимать от жары. Ездил в Подмосковье, туда вот все. Там сырой климат, дожди. Там нет. Я неделю и быстрее назад. Да, солнце. Больше солнца мне надо. Я привык к солнцу больше. А вот эта сырость, когда дожди идут, идут, мне угнетает это все. В жаркие дни жители города спасают кондиционеры и вентиляторы. С наступлением лета в магазинах бытовой техники спрос вырос именно на эти товары. В одном из магазинов города с июня было продано более 40 кондиционеров. Средняя цена на него составляет более 170 тысяч тенге. А вот вентиляторы продаются по 4-5 штук в день. Все закупились кондиционерами. На данный момент у кого нет возможности, они покупают естественные вентиляторы. В связи с этим Каспийжума начинается с 14 числа, то есть после завтрашнего дня. И плюс у нас еще проходят бонусы. Кондиционеры лучше брать где-то по цене в среднем от 170 даже можно уже брать. Уже хорошие кондиционеры есть. У каждого товара есть своя цена и качество. Если сравнивать, допустим, с вариантами Samsung и LG, у Samsung и LG имеют инверторные моторы. Это новые моторы. Они бесшумные и меньше потребляют энергии, нежели чем коллекторные. В ближайшие дни сохранится жаркая погода. Температура пойдет на спад только 15 июля. А по-настоящему жарким днем будет 14 июля. Температура воздуха поднимется до 40 градусов. Днем 14-го 34-36 тепла, повышение идет температуры. И к субботе идет снижение температуры до 28-30 тепла. Врачи и психологи бьют тревогу. По их словам, родители не должны позволять детям проводить много времени за телефоном. Согласно статистике, вследствие использования гаджета ухудшилось зрение около 9 тысяч маленьких балхашцев. Школьники выполняют домашние задания. Часто играют в игры посредством телефона. Трехлетняя Айсара любит не только смотреть мультфильм из гаджета, но и играть в игры. Ее старшей сестре тоже приходится пользоваться телефоном во время учебы. Стараюсь много не давать гаджеты. Почему? Потому что это вредно для глаз, и я не знаю, что ребенок смотрит в телефоне. Такие моменты мы не успеваем контролировать. Поэтому я запрещаю. Иногда ребенок говорит слова, которые мы не употребляем в разговоре. Мы не знаем, но, возможно, это результат телефонов. Старшая пользуется в школе на уроках из-за нехватки учебников. Если школа возьмет во внимание вопрос обеспечения учебниками, тогда, возможно, телефону не будут таскать в школу. Мама разрешает Айсаре пользоваться телефоном только один или полтора часа в день. В остальное свободное время они гуляют или играют в развивающие игры. Конечно, спрашивает. Часто говорит, дайте мне телефон. Сначала я отвлекаю, затем ставлю функцию ограничения. Она также спрашивает гостей, бабушек и дедушек тоже. С одной стороны, гаджет соответствует требованиям современного мира и используется повсеместно. Ребенку иногда полезно знать, как пользоваться гаджетом. В Балхаше около 17 тысяч детей. Из них 60% слабовидящие. На учёте состоят около 600 детей. Врачи говорят, что такую ситуацию можно было бы предотвратить, если бы родители уделяли больше внимания здоровью своего ребёнка. По словам медиков, у ребёнка не должно быть телефона до 5 лет. А с 5 лет разрешается пользоваться им максимум 1 час. Также, по словам специалистов, дети, зависимые от гаджетов, становятся агрессивными. Как мы уже не раз говорили, что у нас с каждым годом растёт тенденция увеличения детей с аномалиями и рефракциями, с прикозровой костью различной степени, с нарушением аккомодации и так далее. То есть количество детей не уменьшается, а каждый раз растёт и количество детей именно младшего возраста. Младшего, школьного возраста, детсадовского возраста и так далее. Ну, тема эта довольно старая тема, и мы каждый год об этом говорим. Тут просто не проблема в самих телефонах. Мы никуда не денемся от компьютера, телефона и так далее. Это будет. И будет это постоянно. Ещё сильнее всё это будет входить в нашу жизнь. Просто нужно научиться с этим жить. Родителям нужно правильно, адекватно вести образ жизни. То есть воспитывать своих детей с пелёнок, как говорится. Не надо каждый раз ребёнок заплакал, закричал, сувать ему сотку и спокойно дальше чем-то своими делами заниматься. Приучать детей, что до пяти лет телефон ребёнку не даём. Всё. Развлекаем его другими способами. Пожалуйста, игрушки, гуляния и так далее. В основном у нас очень много мам, которые сидят дома, которые могут себе это позволить. С начала года к семейному психологу Улпан Карибаевой обратились около 50 родителей. Чаще всего это те, кто воспитывает подростков. По словам психолога, частое использование гаджетов связано с недостатком заботы, отсутствием должного родительского внимания и потребностью в любви. На консультации в основном приходят родители с подростками, чаще всего с школьного возраста. Таких прям каких-то конкретно больших жалоб насчёт телефона, гаджетов нету. Но потребность в работе с... Как сказать... Вообще гаджеты, давайте так скажем, да, гаджеты и телефон – это, я считаю, амбассадор такой воспитании нашего вот этого вот века, да. То есть родители должны уделять как можно больше детям обобщение, чаще с подростками, очень они нуждаются в этом. Поэтому разговаривать с ними, уделять внимание с детьми младшего возраста, играть, предлагать какую-то альтернативу этому же телефону. Там в рисовании много сейчас, да, всяких этих настольных игр очень много. Если же родители не готовы быть такими родителями, то пусть, не знаю, будут благодарить, наверное, телефоны за то, что они заменяют родителей детям. То есть телефоны сейчас обучают детей, телефоны учат детей, разговаривают, да, чаще всего дети учатся там, даже воспитывают телефоны детей. А если же эти родители готовы уделять достаточно времени детям, то таких проблем каких-либо с телефоном у них не будет. По мнению медиков, психика ребёнка особенно хрупка во время бракоразводного процесса родителей. Неуверенность от стабильного положения перерастает в агрессию. В это время специалисты советуют беседовать с ребёнком, заниматься логическими, развивающими играми или записать его на кружки или секции. Позже это становится привычкой, и в результате они забывают о зависимости от гаджета и пользуются им только при необходимости. У подростков вообще часть всего проблемы в недостатке внимания, недостатке общения с родителями. Очень много такого. Недостаток понимания со стороны родителей, и подростки начинают все ответы искать в этих же телефонах. Ответы искать, ответы искать в форумах, в каких-то социальных сетях. Таким образом они в какие-то группы могут зайти, которые не есть хорошо.